Я вас приветствую, друзья! Очередная новинка с краудфандинговой платформы Xiaomi. На этот раз это игрушка-трансформер от команды 52 Toys, Gorilla Programmist. Поставляется в прозрачном блистере, часть которого выглядывает из коробки. В комплекте имеем саму игрушку, бокс для её хранения и несколько бумажных буклетов с аксессуарами. Изначально трансформер сложен в небольшой куб со стороной в 5 сантиметров. И если не знать наверняка, то догадаться во что именно раскладывается этот трансформер довольно сложно. Видны очертания кулаков и лица, но по ним можно лишь предположить, что это какой-то гуманоид. Не могу сказать, что разложить его в основную форму было проблематично. Понять принцип сборки можно, не прибегая к пошаговой инструкции, которая идёт в комплекте. Вообще, для игрушки таких скромных размеров у неё, на удивление, много подвижных частей. Всего насчитывается 13 суставов. В итоговом разложенном виде игрушка представляет собой космическую гориллу с огромными кулаками и маленькими задними лапами. Ну, собственно, как реальная горилла, только игрушечная. И космическая. Размеры этой формы 12 на 8 сантиметров. Игрушка полностью изготовлена из светлого и тёмного АБС-пластика, за исключением пары металлических элементов, скрепляющих некоторые детали. Передние, задние лапы и голову при желании можно отсоединить. Остальные части трансформера не съёмные. В комплекте идут ярко-зелёные очки, а также клавиатура и мышь. Очки надеваются понятно куда, с клавиатурой тоже всё понятно, а вот мышь можно закрепить на спине гориллы по типу рюкзака. Я сначала ошибочно подумал, что это он и есть, но нет. Игрушка очень устойчива и, придав нужное положение, её можно поставить как на ноги, так и на руки. Идущий в комплекте пластиковый контейнер с лицевой стороны имеет прозрачную крышку, которая играет роль панели вывода команд или монитора. Производитель также оставил несколько нехитрых отсылок к нелёгкому труду программистов, в виде нанесённых на игрушку тематических надписей операторов и команд, используемых при программировании. В сложенном состоянии горилла полностью умещается в контейнер. По бокам у него имеются специальные крепления, с помощью которых можно будет сцеплять его с другими боксами от производителя. А судя по каталогу, этих самых боксов и игрушек из той же серии будет немало. Ну что ж, интересно будет посмотреть? Думаю, любители коллекционировать подобный стаф останутся довольны. Друзья, пишите в комментариях, стоит ли дальше следить и снимать эту серию игрушек. Ну и конечно, не забывайте подписываться на канал и обязательно ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok